Шумахер отбивает, но ворота пусты. Черенков пасует на левую, тар, гол! Всем привет! Меня зовут Алифтина и вы на канале Думает Тонко. Я честно признаюсь, впервые в жизни я работаю с древесиной сама. Я ни разу не держала лобзик. И что из этого получилось, мы сейчас увидим. Начиная с главных персонажей, футболистов. Для этого я купила круглую рейку диаметром 2 см. И отметила отрезки по 8 см. Игроков на поле 12. Но я на всякий случай сделала их побольше. И это оказалось отличной идеей. Отпиливаю лобзиком по отметкам. Я поняла, что здесь самое главное не торопиться. И дойдя до конца пила, не давить как я. От этого получаются сколы. На детали игрока намечаю место для отверстия, в которое будет крепиться штанга. Накернила шивом, чтобы сверло не съехало во время сверления. Для сверления отверстия я придумала устройство. На доску DSP прикрепляю с помощью саморезов дощечки. Расстояние между которыми чуть меньше диаметра рейки. Это нужно для того, чтобы деталь крепко держалась и не выскочила во время сверления. Просверливаю отверстия сверлом 1 см равным диаметру штанги. Так как у меня очень маленький опыт работы по дереву, то до меня поздно дошло, что сверлить отверстия нужно в зависимости от расположения волокон древесины. Отверстия получаются ровным тогда, когда сверление перпендикулярно расположению волокон. А если просверлить вдоль, то получатся очень большие сколы. Дальше начинаю одевать каркас поля. Для этого выровняла край доски и отметила ширину торцевой части при помощи лекала. Посередине отметила ворота. Отрезаю лобзиком по намеченным линиям. Тут главное не торопиться, чтобы срез получался максимально ровный. Скрепила детали крепко-накрепко струбциной для того, чтобы при сверлении отверстий они не сместились. И детали получились симметричными. Просверливаю намеченные отверстия. Лобзиком отрезаю по линиям. Детали, которые получились внутри, мне тоже пригодятся. Это будет внутренняя часть ворот. Срезаю лобзиком неровный угол. Намечаю боковые стороны каркаса. Ее длина будет равна двойной ширине доски и длиннее игрового поля. Намечаю отверстия для штанг. Отрезаю боковые части корпуса. Крепко скрепляю детали струбцинами, чтобы они не сместились. Накерняю отверстия сверлом по дереву меньшего диаметра. И просверливаю отверстия сверлом 12 мм. Приступаю к ошкуриванию всех деталей. Так как отверстия на игроках я сверлила неправильно, у меня получилось очень много сколов. Решила их срезать ножом и хорошенько пройти шкуркой зернистостью 240. В начале игроки были круглыми, но я решила сделать переднюю часть плоской, чтобы большая площадь соприкасалась с мячом. Для этого ножом срезала все лишнее и прошкурила сначала грубой шкуркой, а потом более мелкой. Теперь дело дошло до деталей корпуса. И тут я понимаю, что совсем не подумала о качестве древесины. Купила первую подходящую по размерам. Это обычная дранка и нужно приложить усилия, чтобы все хорошо отшкурить. Если купить древесину с чистовой отделки, то эту игру можно сделать втрое быстрее. Ворота шкурю сверху и снизу, и для того, чтобы они были симметричные, ошкуриваю боковые стороны, наложив детали друг на друга. Также прохожу торцевые части корпуса. Выравниваю срезы, которые неровно выпилила лобзиком. Линейка провожу прямую, и так становится видно, где мне нужно сточить лишнее. Но когда я начала шкурить, поняла, что делаю завалы в правую и левую сторону. Из-за этого невозможно будет соединить детали между собой. Я решила ошкуривать детали между кусками фанеры, которые располагаются ровно на прочерченной линии. И все лишнее хорошо спиливается шкуркой. Саму же шкурку натягиваю на брусок, чтобы была ровная поверхность. Благодаря этому получается, ну, почти ровный срез. При помощи такого же сэндвича ошкуриваю боковые срезы торцевой детали. И, наконец, дело дошло до боковых деталей. Здесь отчетливо видно разницу до и после ошкуривания. Дранку я больше брать не буду. Для того, чтобы убрать заусеницы в отверстиях, я туго сворачиваю шкурку в трубочку. Круговыми движениями зачищаю отверстия с обеих сторон. Все детали ошкурин. У нас получились боковые детали корпуса. Торцевые, 12 игроков и детали ворот. Дальше приступаем к сборке. Равномерно наношу столярный клей. Прикладываю боковую часть ворот и закрепляю малярным скотчем. Жду полминуты, чтобы клей схватился. И прибиваю маленькими гвоздиками. Также соединяю с другой стороны. Собираю весь корпус в месте. Для этого я нанесла клей, приложила детали друг к другу. Выравниваю. Проверяю ровность угла при помощи дощечки и жду минутку, пока клей схватится. Закрепляю на три гвоздя посередине и краям. Таким же образом соединяю все остальные углы. Основание корпуса готово. Размечаю дно из фанеры. По неопытности с фанеры я тоже немножко ошиблась. Всего три миллиметра. Лучше, конечно, брать потолще, хотя бы шесть. Замеряю размеры корпуса и откладываю их на фанере. По контуру вырезаю лобзиком, ошкуриваю все края. Для штанги, на которую будут крепиться игроки, я купила две деревянные круглые рейки диаметром 1 см, а длиной 2,20 см. Я отметила по ним отрезки 70 см. Отрезала по намеченным линиям. В качестве ручек я решила взять пробки от шампанского. Просверливаю отверстия до середины пробки сверлом нужного диаметра. Пробка сверлится легко и быстро. Сверло нужно держать перпендикулярно, чтобы ручка ровно располагалась на штанге. Просверлив отверстие, проверяю ровность сверления. Чтобы избавиться от рисунка на пробке, решила ее обжечь горелкой. Надела пробку на кусочек оставшейся палочки. Быстрыми движениями опалила пробку. Если пробка свежая, остатки спирта вспыхивают и тут же потухают. Она темнеет мгновенно. После хорошенько промыла с мылом под струей воды. Я была в полном восторге от цвета и на ощупь она очень приятная. Как будто они сделаны из мягкой резины. Все детали. Корпус, дно, поле, штанги, игроки и ручки готовы. Приступаем к окрашиванию. Для окрашивания взяла очень бюджетную спиртовую морилку цвета дуб. Покрыла весь корпус и дно. Для ворот вяжу крючком из хлопковой нити сетку. Схему вы сможете найти в описании под видео. Но вместо этого можно использовать любую другую ткань, похожую на сетку. Вязала две детали. Решила избавиться от чисто белого цвета. Смочила их в растворе густой заварки и отжала салфеткой. Они получились нежно-бежевого цвета. Корпус я покрыла морилкой на два раза. После высыхания все хорошенько отшкурила. Пришло время делать разметку поля. Черчеж разметки поля вы сможете найти в описании под видео. Чтобы покрасить разметку ровно, я наклеиваю малярный скотч на 1 мм в ту и другую сторону от намеченной линии. Я долго думала, как же сделать ровный круг посередине. Заклеив круг малярным скотчем, в голову мне пришла мысль вырезать его канцелярским ножом. Только осталось найти предметы с подходящим диаметром. Мне повезло, для внутреннего круга подошел диск, а для внешнего контейнер от ручного блендера. По контуру аккуратно прохожу канцелярским ножом и убираю лишний малярный скотч. Получился ровный круг. Разрезала губку для посуды. Заколировала белую краску, добавив немного гуаши цвета охры и покрыла все нужные участки. После высыхания снимаю скотч. И тут я поняла, что лопухнулась. На тех участках, где сильно давила на губку, краска затекла под скотч, сделав линию неровной. Для того, чтобы убрать этот дефект, я приложила линейку и ошкурила лишнюю краску. А место ошкуривания снова покрыла морилкой. Соединяю дно с корпусом. По краю прохожу клеем. Накладываю сверху дно, выравниваю. Прибиваю гвоздями по периметру. На этом этапе можно было бы уже покрывать лаком, но я, как обычно, об этом не подумала. Штанги также решила делать в цвет корпуса. Покрасила их в тот же цвет. Так как игроков две разные команды, то первую команду решила не красить. А вторую команду сделать намного темнее. И тут я поняла, что корпус можно было бы сделать посветлее. Тогда очень красиво смотрелся бы контраст команд и основного корпуса, но было уже поздно. Для покраски второй команды игроков я смешала три морилки. Эбеновое дерево, палисандр и дуб. Чтобы получился максимально темный цвет. Покрыла морилкой на 5 раз с хорошей просушкой между слоями. Прикрепляю ручки к штангам. Для этого равномерно распределяю клей и надеваю пробку на штангу. Пробка хороша тем, что она мягкая и если есть неровность сверления отверстий, при склеивании это легко исправить. Соединяю сетку с корпусом. Закрепляю ее по центру мебельным степлером. Наношу столярный клей и фиксирую в углах. Решила прибивать на маленькие гвоздики, но когда я дошла до углов, поняла, что сетка сильно натягивается и провисает в центре. Захотелось сделать в углах жесткий каркас. На помощь мне пришли бамбуковые шпажки. По всем углам просверлила отверстия подходящим сверлом. Конечно, это намного было бы проще сделать, когда корпус не был собран. Чтобы отверстия получились на одинаковом расстоянии. Клеиваю шпажки в отверстия. Сетку я решила прикрепить на декоративные медные гвозди. А самый низ на обычные. И у меня оставался вопрос, как же закрепить нижнюю часть сетки, так как у меня слишком тонкая фанера, а скрепки мебельного степлера много больше. Но другого варианта я придумать не спогла. Поэтому решила закреплять степлером. А выступающие концы просто срезать кусачками. Покрыла весь корпус матовым лаком. Мне захотелось украсть игроков, присвоить им номера. На лазерном принтере распечатала цифры в зеркальном отражении. Для меня это первый опыт переноса изображения. Жидкостью для снятия лака у меня ничего не получилось. На помощь мне пришел ацетон. Он хорошо переносит рисунок. Но если ацетона слишком мало, то цифра получается бледная. А если слишком много, то цифра расплывается. Нужно придерживаться золотой середины. Чтобы рисунок было видно на темных игроках, то место, где должна быть цифра, высветляю шкуркой. Благодаря этому рисунок хорошо видно. Эти цифры я расписала белой акриловой краской с добавлением умбры. Красила в три слоя, чтобы добиться желаемого цвета. У белых игроков хотела оставить просто черные цифры. Но они слишком отличались от другой команды. Поэтому я ошкурила ярко черный цвет и покрасила их акриловой краской цветом натуральной умбры. Покрываю всех игроков лаком. Я совсем забыла про ограничители движения штанги. Для этого я взяла маленький круглый брусочек деревяшки диаметром 2,5 см. Просверлила посередине отверстия и нарезала шайбочки. Они у меня получились разной толщины. Я их хорошенько отшкурила и затонировала дубовой морилкой. Пришло время распределять игроков по своим местам. Нужно внимательно следить за тем, в каком направлении будут игроки. Я несколько раз ошибалась и вставляла их обратной стороной. Следить с какой стороны должна быть ручка у штанги. Распределяю игроков в нужные места. Чертеж с размерами и расположением игроков вы сможете найти в описании под видео. Карандашом намечаю место игрока на штанге, для того, чтобы потом не ошибиться с его расположением. Теперь нужно приклеить всех игроков на свои места в одной плоскости. Отодвигаю деталь, промазываю клеем и возвращаю на место до отметки. Лишний клей убираю влажной тряпкой. Приклеиваю второго игрока и при помощи доски выравниваю его положение. Так же поступаю с третьим игроком. Когда все игроки приклеены, нужно немножко подождать. Когда клей высохнет, игра готова. Мне хотелось сделать не просто настольный футбол, а именно интерьерную вещь, чтобы она полюбилась и осталась в нашем доме надолго. Настольный футбол не обязательно делать из дерева. Можно применить картон, коробки, а вместо игроков использовать прищепки. Но если вы все-таки решили делать из дерева, то распил можно заказать в столярной мастерской. А собрать и покрасить не составит большого труда. Этот подарок точно никого не оставит равнодушными даже те, кто не увлекается футболом. Ведь мужчины всегда остаются мальчишками. Если вам видео было полезным и интересным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok